всем привет друзья сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании питуса моделька у нас имеет такое интересное забавное название вики если я правильно произнес если нет исправьте меня в комментариях цвет вы сами видите у нас в обзоре будет черный питуса насколько я обладаю правильной информацией это итальян испанский ссоре испанский бренд имейте ввиду и такой знаете бренд который хорошо себя зарекомендовал в таком среднем ценовом сегменте делает за адекватные цены и достаточно хорошего качества продукцию поэтому сегодня мы будем с вами изучать их прогулочную компактную колясочку с увеличенными колесиками она хорошо достаточно будет себя показывать на неровности на брусчатки на кривом асфальте в принципе она это хорошо пришло колесики резиновые и чувствуется коляска так хорошо сбитой вес сиденьем друзья 8 и 8 килограмм это не какая-то пушиночка это достаточно увесистая коляска потому что это вес полноценной обычной книжки вот полноразмерной всесезонной но собственно поэтому у нас и и создается впечатление такой добротной колясочки по плохой дороге вес здесь имеет значение спинка у нас регулируется кстати 110 170 градусов это хороший диапазон вот и производитель заявляет что можно ее эксплуатировать почему-то не из 6 месяцев а с 7 месяцев не знаешь чем это связано но я думаю 6 месяцев спокойно можно гонять на ней максимальный вес ребенка здесь 22 килограмма друзья и 53 сантиметров 53 сантиметра колесная база везде спокойно вы заедете друзья здесь кстати очень неплохая комплектация транспортировочная сумка фирменный подстаканник накидка на ножки даже будет идти комплекте дождевик и антимоскитная сетка вот такой жирной комплектации в таких компактных колясках я честно говоря не припомню ни у кого максимально заряженной комплектации удивительно даже так сверху вниз будем изучать друзья ручка эко-кожа все понятненько белая такая стилёвая прострочка тот самый подстаканник вот ручка кстати не регулируется никак 186 мой рост смотрите как плюс-минус будет вам напоминаю по ссылке пройдете в описании и там будут детальнейшие характеристики сантиметрах там все прям четенько будет расписано поэтому размеры там сиденья в длину не спрашивайте там в описании пройдите не поленитесь там вся информация есть что касается друзья козырька у нас козырек вот такой состоит у нас по факту как бы три большие секции и одна маленькая средняя секция она у нас застегивается и расстегивается вот чтобы увеличить или сократить козырек также и смотровая кошечка с москитной сеточкой на магнитике все держится все хорошо регулируется у нас простым движением единственное сам козырек он не бесшумно я думаю вас слышно вот но друзья давайте по ссылке пройдете после обзора посмотрите на цену и вот в таком ценовом сегменте ожидать бесшумный механизм складывания козырька но я думаю не стоит очень адекватная цена у коляски на что касается сиденья сиденья у нас здесь атаку поднимем вот те самые 110 градусов это такая хорошая капитанская посадка все здорово пятиточечные ремни и что очень классно здесь магнитная система опять же в таком ценовом диапазоне магнитные ремни тоже крайняя редкость поэтому я удивляюсь как они все это делать в эти деньги также у нас есть перемычка все само собой разумеющаяся бампер у нас сейчас откидывается но как створочка откидывается но вниз не убирается к сожалению вот такая конструкция ну ничего с этим можно прекрасно жить подножка вот так вот сама в к коже снизу хорошая широкая ступенька для ножек ребенка еще такой хромированный элемент прикольно дорого-богато смотрится так давайте я сейчас опущу лежачее положение максимальное и посмотрите с максимально открытым козырьком как это все выглядит принципе окей так давайте на заднюю стеночку посмотрим здесь моя любимая система нам все больше и больше начинает нравится вот такая вот на замочках все это можно зафиксировать чтобы не болталась и у нас здесь для проветривания не надо опустили закрыли все хорошо так что касается шасси тормоза друзья здесь у нас как я говорил надувные колесики спинка регулируется простым движением никаких ремешков все хорошо колесики у нас резиновые поэтому едет приятно и хорошо что касается тормоза друзья здесь у нас индикация красная и зеленая то бишь с правой стороны на красную нажимаем мы блокируем колеса сейчас вот и чтобы разблокировать нам нужно нажать зеленую соответственно мы не пачкаем обувь не корябаем обувь всегда нажимаем сверху подошвой и тем самым наши кроссовочки наша обувь будет чистенькая и целенькая что мне еще нравится видите вот эту ось убрали наверх когда быстро идете вы не пинаете здесь парами тоже продумали хорошо багажник багажник сделать здесь из плотной толстой ткани поэтому она особо рваться не будет можете сюда кидать и не переживать то что зацепите за сеточку и порвете здесь даже вот прям в багажнике написано максимальная нагрузка на корзину три килограмма но обычно они выдерживают больше доступ хороший сзади просто хоть баскетбольный мяч кидай спереди тоже принципе можно что-то опустить все хорошо давайте проверим амортизацию так сейчас даже не понял есть она или нету спереди антишок есть давайте посмотрим сзади чуть сильнее нажму не вижу я собственно амортизации сзади вот ну а хотя на малюсенький ход есть но не знаю принципе это не вот прям хороший показатель но спереди есть но как я уже вначале говорил она по ощущениям едет приятно и хорошо вот теперь друзья давайте посмотрим как она складывается чтобы ее сложить нам нужно вот здесь нажать кнопочку маленькую большую и она с таким знаете с так называемым авто сложением опа и она опустилась и также у нас здесь есть ручка для транспортировки опускаем вот так вот и получаем вот такую компактную конструкцию принципе как по мне отличный показатель когда будете колясочку раскрывать самое важное чтобы вы довели всю конструкцию до щелчка вот так вот потому что вот именно в этой модели я заметил такую особенность что сама же под своим весом она полностью на скажем так на свое место сразу не становится и нужно обязательно раму чуть-чуть подтянуть наверх чтобы она щелкнула тогда все входит свои пазы и собственно в рабочее состояние приводится но в остальном же что хотел рассказать рассказал друзья как по мне максимально напичкано абсолютно недорого из-за вот этот бюджет что она стоит друзья реально прикольная колясочка так назовем ее дешево сердито вот так что вопросы остались не стесняйтесь комментарии открыты задавайте с вами там пообщаемся напоминаю ссылка внизу в описании проходите заказывайте новом хорошего грамотного выбора в дачной дорогах пока